Обновленная дачная амнистия, закона которой подписал президент России, не станет простым продолжением той упрощенной процедуры регистрации домов и дач, которая действовала в России последние 13 лет. Если раньше по упрощенному порядку можно было оформить собственности ранее построенные и дома и хозпостройки на землях, которые выделены под введение индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства, то теперь амнистия затронет только дачников. Дачная амнистия действовала в России на протяжении 13 лет с 1 сентября 2006 года и продлевалась много раз. Она прекратила свое действие 1 марта этого года в результате садово-огородной реформы в стране. Тогда была введена система уведомлений о начале и об окончании строительства. В результате оформление прав граждан на возведенные дома стало возможно только через суд. Теперь парламентарии восстановили права россиян на упрощенный порядок регистрации строений на дачах, продлили амнистию до 2021 года и расширили действия закона. Тему продолжим с нашим гостем в студии Борис Голодких, депутат Государственной Думы. Борис Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Почему решили продлить дачу на амнистию? Дело в том, что не все успевают в срок. Практика показала, что по многим регионам Российской Федерации после 1 марта 2019 года, когда закончилась предыдущая дачная амнистия, появились очереди, проблемы, очень много обращений по этому поводу. Как всегда, вводится у нас самый последний момент, граждане надеются, что вот перенесут, успеем. Сейчас уже может быть и хорошо, что этот разрыв состоялся, все-таки граждане уже поняли, что, наверное, после вот этого продления уже никаких продлений не будет. То есть уже последнее китайское предупреждение, наверное, оно вот прозвучало. Продлили на более короткий срок, чем заранее? Нет, изначально в законопроекте был 2021 год. Дело в том, что у нас вообще до 2023 года должны закончиться все эти имущественные амнистии и дачная, и лесная. И, к слову, хочу сказать, что 13 лет последних дачная амнистия состояла из двух этапов. Вот последний этап, он состоит из того, что вы должны все-таки обеспечить предоставление следующих документов, это техплан на объект строения и документы на земельный участок. Соответственно, для начала вот этих действий приглашаете к себе кадастрового инженера, а дальше со всеми документами на земельный участок, техплан, в МФЦ или в Росреестр. В этом смысле порядок ничем не изменился в части садовых и дачных строений. То, что касается ИЖС, я считаю, что как раз-таки наоборот улучшено положение собственника, который желает зарегистрировать индивидуальное жилищное строение, в части того, что уведомительный порядок, он продолжается. Вот мы говорим о том, что суды были, действительно, суды были, и сейчас вот уведомительный порядок, то, что он сохранен, это упростит гражданам и начало строительства, и его завершение нужно будет уведомить о начале строительства, либо уже, если вы завершили, уведомить о завершении строительства. Ну, а какой дом сейчас под ИЖС подпадает? Те дома, которые размещаются именно на участках под ИЖС. У нас есть разные категории земельных участков, соответственно, если вы там построили, никого не предупреждали об этом, то у вас будет возможность его узаконить в дальнейшем. Это все делается, опять же, для того, чтобы и у граждан потом в дальнейшем было право собственности на эту недвижимость, чтобы потом проблемных вопросов избежать. И, кстати, здесь единственный момент, что, конечно, надо учитывать водоохранные зоны, красные линии, но, тем не менее, в последующем уже это строение не будет признано самовольным строением. У вас, по крайней мере, сохраняется вот эта возможность 2021 года. А на какие строения не распространяется упрощенный порядок? Ну, те, которые не могут быть отнесены к индивидуальным жилищным строениям, то есть по параметрам. Высота не более 20 метров и не выше трех этажей. Вот все, что касается капстроений, индивидуальных жилищных строений, теперь уже нельзя на земельных участках построить двухподъездный многоквартирный дом и сказать, что это моя избушка. Уже эти махинации, как бы, они прикрыты другим федеральным законом, который уже вступил в силу. К слову, хочется отметить еще, что вот этим вот, опять же, федеральным законом вводится еще и возможность для субъектов установления предельных максимальных размеров стоимости кадастровых работ. То есть это тоже плюс для наших граждан. То есть есть верхняя планка, по которой мы уже будем оценивать ситуацию в части стоимости кадастровых работ. И также вводится обязанность органов местного управления разъяснять вопросы, связанные с регистрацией строений и на дачных, и на садово-огороднических, и на индивидуальных жилищных, ну, участках для индивидуального жилищного строительства. То есть теперь гражданин, если приходит, он ничего не понимает в этом вопросе, органы местного управления обязаны ему разъяснить. И также вводится еще один механизм, это регистрация земельных участков при домовой территории под многоквартирными домами. То есть сейчас уже орган местного управления не может сказать собственникам, что это ваша обязанность, идите и регистрируйте. На сегодняшний день орган местного управления обязан эти вещи реализовать, воплотить в жизнь. И как это раньше толковалось, что собственник сам должен организовать, найти даже для этого дополнительные средства для регистрации, сегодня это все на плечи органов местного управления. Правда, не говорят о том, где нужно взять средства на эти цели, но я считаю, что это и не нужно, потому что органы местного управления в первую очередь должны сейчас определить, где наиболее вероятно вот эти вот механизмы в дальнейшем могут выскочить не в пользу граждан, где действительно необходимо это сделать. Ну и в конце концов, сами граждане тоже должны проявлять инициативу. Они могут обратиться в органы местного управления, и в данном случае в отношении них должен действовать приоритет. А вообще вот все вот эти хлопоты, которые связаны с легализацией строений на участках земельных, они насколько затратны? Или есть ли там вообще какие-то финансовые затраты? Там вопрос только сводится к госпошлине и более ничего. А вот в дальнейшем, после 2021 года, например, еще один инструмент вводится этим же законом. Если вы член садовых горонических товариществ, то, соответственно, приобретение земли, находящейся в публичном правовом образовании, для вас на сегодняшний день возможно без конкурса в собственность. В дальнейшем уже будет, например, на такой земельный участок, соответствующие процедуры конкурсные. Ну и, собственно, сейчас, еще раз говорю, кроме как плата за госпошлину, никаких плат не предусмотрено. Ну, это все до 2021 года. Мы еще раз напоминаем об этом нашим телезрителям, которые еще не оформили все, что стоит на их земельных участках. Спасибо большое, Борис Михайлович. Спасибо. Напомним, в студии был Борис Гладких, депутат Государственной Думы.